На территории Латвии пассажирский поезд Рига-Минск делает две остановки, Круспился и Даугубился. У нас он стоит полчаса, достаточно времени, чтобы железнодорожникам сменить локомотивные бригады, а нам пообщаться с первыми пассажирами. Они не скрывали своей радости по поводу возобновления движения поезда Латвия-Беларусь после двухлетнего перерыва. Очень рада, во-первых, тому, что можно прямо с Риги доехать до Минска, потому что, в принципе, до этого мне приходилось ехать через Литву. То есть я садилась на автобус, 4 часа ты едешь, 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 и потом пересаживаешься на поезд. Поэтому такой прямой маршрут меня очень радует. Удовольствие доставляют предупредительность проводников и европейский уровень сервиса и удобств. Как рассказала Наташа, она успела познакомиться с французами, фанатами футбола. Они едут в Минск на чемпионат Европы, чтобы болеть за соотечественников в матче Франция-Беларусь. Общий английский язык нашли довольно быстро. Открывая движение в направлении Беларуси, латвийская железная дорога не сомневалась в востребованности услуги. Латвийцы и жители Латгалии в особенности давно ждали возможности сократить дорогу в Беларусь, где у многих живут родственники. Мы действительно ожидаем большой пассажирский поток этому маршруту, так как Латгалию и Беларуси связывают очень тесные отношения. И многим действительно интересует этот маршрут. Но сейчас не будет никакой нужды ехать в Ригу и отправляться в Беларусь, в Минск, другим способом транспорта. Леты в продаже имеются. Там общий вагон будет стоить за 11-20, плацкарт 18-85, купе 29,5 латв. В ближайшие дни к составам добавят прицепные вагоны, и пассажиры смогут доехать до Витебска, Гомеля и Могилева. Летом пассажирские поезда будут курсировать каждый день, а с осени два раза в неделю. Продолжение следует...